Здравствуйте, ребята! Рада новой встрече с вами. Тема урока сегодня – как ответить на вопрос Куда? Кому? К чему? Сегодня вы будете учиться отвечать на вопрос Куда? Кому? К чему? Узнаете, что решили делать друзья Талгат, Рустам, Вера и Слава. А еще узнаете, почему у одного дедушки по истории была оценка 5. А для этого нам нужно узнать, что означают такие слова. Слова подходить, подойти, подъезжать, подъехать обозначают приближаться, то есть идти поближе к чему-нибудь или к кому-нибудь. Подходить, подойти, приближаться пешком. А подъезжать, подъехать, приближаться на машине или на автобусе или даже на коне, то есть не пешком. Обещать. Обещать, ребята, значит, что человек, который обещает, говорит, что он обязательно что-то сделает. Например, вы очень-очень хотите поиграть с друзьями, но уроки еще не выучили. Вы говорите маме или папе. Мам, пап, можно я сейчас поиграю с друзьями? Я сделаю уроки, но потом. Что вы делаете? Вы обещаете. А теперь, ребята, давайте посмотрим на рисунок. Куда, к чему идет Дима? Дима идет к столу. Посмотрите, ребята, на второй рисунок. Куда, кому идет Дима? Дима идет к врачу. Выделенные слова к столу, к врачу. Отвечают на вопрос. Куда, к чему, куда, кому? Давайте посмотрим еще на одну картинку. Куда, кому подбежали дети? Дети подбежали к бабушке. Кому? К бабушке. Как правильно ответить на эти вопросы? Куда, кому, к чему? Ребята, вы уже знаете, на какие буквы оканчиваются слова, отвечающие на вопрос кому, чему. Мы говорили об этом на прошлом уроке. Когда спрашивают куда, кому или к чему, надо добавлять слово к. Кто, друг, идти куда, к кому, к другу. Кто, Андрей? Ехать куда, ехать куда, к кому, к Андрею. Кто, бабушка? Ходить куда, к кому, к бабушке. Кто, дедушка? Ездить куда, кому, к дедушке. А теперь о словах, которые отвечают на вопрос «что». Они оканчиваются на такие буквы. На согласный, на о, е и на а. А отвечать на вопросы «куда», «к чему» надо так. Что? Стол. Подбежать куда, к чему? К столу. Слово «к столу» оканчивается на «у». Что? Дом. Подъехать куда, к чему? К дому. Слово оканчивается на «у». Что? Окно. О. Подойти куда, к чему? К окну. В слове «окну» окончание «у». Что? Поле. Подъехать куда, к чему? К полю. Окончание «ю». Что? Парта. Окончание «а». Подбежать куда, к чему? К парте. Окончание «е». Что? Остановка. Слово оканчивается на «а». А подойти куда, к чему? К остановке. Теперь в слове «окончание «е». Ребята, и обязательно. Нужно говорить «к столу», «к дому». Не забывайте про слово «к». А теперь предлагаю распределить слова по группам. В левом столбике. В левом столбике у вас будут слова, которые отвечают на вопрос «кому». А в правом столбике слова, которые отвечают на вопрос «к чему». А слова такие «к доске», «к столу», «к учителю», «к арте», «к дедушке», «к другу», «к парте», «к библиотекарю», «к дому», «к сестре». Подойти к «кому». Подойти к «кому». Подойти к «к чему». Давайте проверим, что у вас получилось. Слова, которые отвечают на вопрос «к кому». К учителю», «к дедушке», «к другу», «к библиотекарю», «к сестре». Слова, которые отвечают на вопрос «к чему». К доске», «к столу», «к карте», «к парте», «к дому». Ребята, давайте подумаем, на какие вопросы отвечают выделенные слова. Посмотрите. Ученик идёт к доске. Выделено слово «к доске». На какой вопрос оно отвечает? Слово «к доске» отвечает на вопрос «куда». Куда идёт ученик? Ученик идёт к доске. Девушка подошла к окну. Выделено слово «к окну». На какой вопрос оно отвечает? Слово «к окну» отвечает на вопрос «к чему». К чему подошла девушка? Девушка подошла к окну. Машина подъехала к дому. На какой вопрос отвечает слово «к дому». К чему подъехала машина? Машина подъехала к дому. Автобус подъехал к вокзалу. Автобус подъехал к вокзалу. На какой вопрос отвечает слово «к вокзалу»? Куда подъехал автобус? Человек идёт к милиционеру. На какой вопрос отвечает слово «к милиционеру»? К кому идёт человек? Мы подошли к остановке. На какой вопрос отвечает слово «к остановке»? «Куда мы подошли?» Мы подошли к остановке. Предлагаю подумать вот над чем. Как сказать правильно? Первое. Я иду в поликлинику. А в скобках, ребята, вы видите слово «врач». Говорят так. Я иду в поликлинику к врачу. Вчера Бакыт ходил в гости. Вчера Бакыт ходил в гости к другу. Летом Айнура ездила в село к бабушке. Вечером я пойду на работу. Вечером я пойду на работу к папе. В субботу он ездил в больницу. В субботу он ездил в больницу к сестре. Я иду в кабинет. Я иду в кабинет к медсестре. Ребята, у вас есть в рабочей тетради? Там есть одно очень интересное задание. Давайте мы с вами его выполним. Это друзья. Их зовут Талгат, Рустам, Вера и Слава. Они решили ходить друг к другу в гости на дни рождения. У Талгата день рождения в сентябре. В сентябре друзья пойдут к Талгату. У Рустама день рождения в декабре. Кому пойдут ребята в декабре? К Рустаму. А в январе? К Вере. Кому они пойдут в марте? В марте друзья пойдут к Славе. И еще, что вы сегодня должны узнать? Вы все помните такие слова? Я, ты, он, она, мы, вы, они. Эти слова отвечают на вопрос «кто» или «что». А как ответить на вопросы «куда», «кому», «к чему»? Посмотрите на таблицу. По-русски говорят так. Кто я? Кому? Ко мне. Кто ты? Кому? К тебе. Кто он? К кому? К нему. Кто она? К кому? К ней. Кто мы? К кому? К нам. Кто вы? К кому? К вам. Кто они? К кому? К ним. К ним. Ребята, это нужно запомнить. Давайте проверим, как вы запомнили эти слова «хорошо» или «не очень хорошо». Как вы ответите на вопросы «кому», «к чему», используя их? Вспомнили? Проверяем. Кто я? К кому? Ко мне. Кто ты? Кому? К тебе. Кто он? К кому? К нему. Кто она? К кому? К ней. Кто мы? К кому? К нам. Кто вы? К кому? К вам. Кто они? К кому? К ним. И новое задание. Ребята, прочитайте предложение. Здесь живёт мой друг. Слово «друг» подчёркнуто. В следующем предложении вам нужно заменить слово «друг» другим словом. А каким? Друг – это он. К кому я иду? К кому я иду? К нему. Я иду к нему. И у нас получилось. Здесь живёт мой друг. Я иду к нему. Аида лежит в больнице. Слово «аида» подчёркнуто. В следующем предложении вам нужно заменить его другим словом. Каким? Аида – она. К кому мы часто ходим? Мы часто ходим к ней. И у нас получилось. Аида лежит в больнице. Мы часто ходим к ней. Айбека ждут друзья. К кому скоро поедет Айбек? Скоро Айбек поедет к ним. Завтра у меня день рождения. К кому друзья придут в гости? Друзья придут ко мне в гости. Мы учимся в новой школе. К кому завтра придёт новый учитель? Завтра к нам придёт новый учитель. Думаю, ребята, вы хорошо выполнили задание. А теперь поиграем в четвёртый лишний. Я назову четыре слова, а вы подумайте, какое слово лишнее? «Принести», «Подарить», «Купить», «Хотеть». Нашли лишнее слово? Лишнее слово «Хотеть». А почему? Ребята, мы можем спросить. «Принести», «Принести», «Кому», «Подарить», «Купить», «Кому». А от слова «Хотеть» нельзя задать вопрос «Кому». Вторая группа слов. «Подойти», «Подарить», «Подъехать», «Подбежать». Какое слово лишнее, ребята? Конечно, здесь лишнее слово «Подарить». Потому что от слов «Подойти», «Подъехать», «Подбежать» можно задать вопрос «К кому?». А от слова «Подарить» такой вопрос нельзя задать. Спрашивают так «Подарить», «Подарить», «Кому». Третья группа слов. «К врачу», «Библиотекарю», «К зданию», «К повару». Какое слово лишнее? В этой группе слов «Лишнее», «К зданию». Потому что оно отвечает на вопрос «К чему?». А остальные слова отвечают на вопрос «К кому?». И теперь очень короткая история о мальчике и его дедушке. Внук подходит к дедушке и показывает дневник. Сегодня на уроке истории он получил четверку. «Эх», говорит дедушка, «когда я учился, то у меня по истории были только пятерки». «Ну, конечно», – отвечает внук, «когда ты учился, история была намного короче». «Ребята, вы согласны с мальчиком?» «Как вы думаете, почему у дедушки пятерка по истории?» «Прочитайте этот рассказ друзьям или родителям, и я думаю, они улыбнутся вместе с вами». На этом наш урок заканчивается. Сегодня мы с вами учились отвечать на вопросы «Куда?», «Кому?», «К чему?». Узнали, что решили делать друзья. А еще мы узнали, почему у дедушки одного мальчика пять по истории. Ребята, до свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова